наш эфир продолжает программа риона майнштейна голос здравого смысла здравствуйте леон сегодня время нашего эфира позвонил радиослушатель из нью-йорка и сказал что вы там какое-то видео вы говорили о глобалистах о том куда движется все и так далее очень рекомендовал ну очевидно не все смогли посмотреть послушать не могли бы ну вот на эту тему поговорить рассказать нашим слушателям зрителям youtube канала да конечно с удовольствием потому что с моей точки зрения достаточно важно даже извиняюсь если кто-то смотрел там я по этому поводу несколько раз говорил может не не концентрировал какие-то вещи рассказывал о том что такое глобализм откуда он взялся там и тому подобное но что называется повторение мать учения а это очень важно чтобы мы по крайней мере в разговорах даже с нашими детьми внуками того подобное соседями с партнерами мы понимали о чем мы говорим потому что мы гримы приехали социализм она будет ну что вы еще там сужен какой социализм а вот смотрите что такое глобализм на самом деле глобалистом был в определенной мере оси силен стали а у него была идея значит глобального ну тогда глобальная была европа в основном глобального расширения своей империи он это называл по-другому не империя это было то же самое что делал чингисхан там даскать и ну наполеон наполеон в меньшей степени а кто-то был гитлер он был глобалистом под почему потому что он пытался распространить свое видение мира на на весь глобус ну опять же имелось ввиду так сказать европа но заодно почему-то не ударить еще по америке вот то видение которое было у немцев в то время могут сказать они националисты они националисты это те люди которые сидят у себя в стране да вот как так сказать там ну скажем во львове националисты да они где листик там у нас свои обычаи у нас там своя культура у нас там кому-то нравится кому-то не имеет значения важно что мы националисты мы хотим своих детей воспитывать как мы хотим это один подход а значит глобальный националист это человек который говорит у нас самая лучшая культуры в мире мы знаем как жить другие не знают как жить поэтому мы сейчас будем силой заставлять других людей жить так как мы считаем нужно потому что мы знаем лучше вот значит были глобалисты которые пытались свою религию распространить на весь мир да так сказать там сколько у нас было там чуть ли не 12 крестовых походов там ну девять было в общей сложности настоящих но считается по 12 их там начинались и ничего не происходило включая там скажем поход детей да дети пойдут завоевывать это были попытки запускать идеологической да вот советский союз хотя конечно идеологом стали назвать сложно но тем не менее народ считал что вы распространяем идеологию под этими знаменами шел вперед а можно там условно назовем это расовую до слова российскую не хочется говорится сам коннотация плохая расовую идеологию нам арийская раса не очень определено что это такое на самом деле хотя они красиво писали о том кто и что они и прочее прочее вот она российская раса она чем-то там порождению лучше чем другие расы и поэтому значит она должна командовать а все остальные должны жить по тем правилам которые мы изобрели а ничем вообще в этом смысле современные глобалисты не отличаются идея у них вся та же самая так как мы лучше умнее красивее там не знаю и т.д. лучше пахнем чем другие мы это мы сейчас поговорим кто такие мы то то мы должны командовать миром а командовать мир означает командовать основными людьми под командовать имеете ввиду очень простая вещь вот я считаю что ты должен делать так то ты потому что ты дурак или из плохой расы или ты родился уродом или я не знаю там что-то еще там произошло так сказать а там нос не того размера или уши не того цвета вот значит если ты не такой вот как мы то ты будешь просто подчиняться если не будешь подчиняться то мы сделаем сначала мы тебя оштрафуем потом мы тебя побьем потом мы тебя посадим в тюрьму если будешь сейчас произвижаться мы тебя убьем поэтому лучше не сопротивляйся потому вот все это будет просто прошу уважения не у нас просто немножко интернет я все время думал как разговариваю что это кто-то еще разговаривает но по моему похоже мой собственный голос я очень надеюсь что у наших радиослушателей и зрителей у них нет этого вот а значит что же такие вот эти современные ребята чем они отличаются от там гитлеров от чингисханов аттиллы там или других там александров значит двурогих он же александр македонский александр великий значит чем они отличаются от предыдущих потому что они говорят что они совершенно другие а дело в том что они на самом деле хотели говорят что и другие они не другие все что они пытаются делать они пытаются создать 2 а значит вот как в эфире из одной дастой İstanbul и восьмую практически было невозможно и ламб cuatro лет и 13 другую было практически не возможно хотя не так то сказатьidé сложно все таки возможно было не так сложно как в индии там просто Conference а А некие индивидуумы, которые чем-то серьезно отличались Скажем, очень умные или очень что-то умели делать и тому подобное Это как виза в Америке, значит, по таланту, по способностям Так вот они каким-то образом перелезали Ну или там женились, выходили замуж, выслуживались, кому-то оказывали услугу Что такое, Магдин? Но без этого перелезть было невозможно То есть вот две касты, которые они хотят создать Хотя они немножко по-другому это описывают Которые, я бы назвал одну касту, значит, это народ Это мы с вами А вторая каста это слуги народа И как всегда, когда люди, одержимые определенной идеологией Или определенной идеей Я даже сказал, что это не идеология, а идея Они немножко подверяют Они очень любят, скажем, Советский Союз Самая свободная страна в мире Но если ты сейчас скажешь хотя бы одно слово, которое нам не нравится Мы тебя печем в тюрьму Или, так сказать, явиться на майскую демонстрацию Дело добровольное, но обязательное То же самое делают глобалисты Вот это слуги народа Это обманка Такая же, как большевики, скажем, у Владимира Ильича Ленина Якобы большевики, значит, нас больше, мы там, так сказать, прочее На самом деле все вроде И вот, значит, слуги народа Это те люди, на которых лежит тяжелое бремя решать вместо нас Что мы должны делать А потом следить за тем, чтобы, значит, мы это делали А когда мы этого не делаем, то наказывают нас Например, мы должны работать И приносить материальные блага То есть, зарабатывать, да? Так сказать, создавать А они будут решать Сколько из материальных благ Или эквивалента этих материальных благ Там денег в той или иной форме У них, кстати, идеи про деньги тоже есть интересные Как деньги от нас отнять И перевести их в электронную форму Чтобы у нас не было физической возможности Их складывать никуда А потом, так сказать, наложить много туда Там под диван, да? А потом пользоваться И плевать на все, что они делают Нет, они хотят эти деньги поразнить Все сделав в электронном виде В любой момент, когда ты делаешь что-то, что им не нравится Они просто нажимают на кнопку И, так сказать, уделят доступ к своим деньгам Иди жалуйся им же На них же И вот, значит, слуги народа Это, еще раз, те, которые решают вместо нас Что делать Те, которые командуют Легионам тех, кто нам следит за тем Чтобы мы делали все правильно И легионам тех, которые нас будут наказывать То есть притворять жизнь Некое, так сказать, наказание Если мы не будем действовать так, как они хотят Вот, значит, это очень вкратце О той ситуации, которую нам пытаются примить А зачем им это нужно? Очень просто На сегодняшний день Любой бюрократ Боится Что его выкинут с его места И поэтому он вынужден делать Там много вещей Он должен, так сказать, работать Он должен выслуживаться перед начальством Какие-то бюрократы должны Выслуживаться перед той очередью Которые, так сказать, людей Которые к ним приходят Потому что он может начать жаловаться И выкинуть его И вообще, так сказать, может прийти кто-то, кто, так сказать, его съест И сядет на его место А он бедный, что будет делать То есть любой бюрократ Пытается всеми силам удержаться на своем месте Это его есть основная задача Не основная задача нам помогать жить Основная задача удержаться на своем месте Она немножко расширит свое влияние Больше подчиненных Больше помещения Больше денег Там больше всего То есть это есть рост Неважно, какие услуги он оказывает Неважно, так сказать Важно только, так сказать, удержаться и немножко расти Что хочет политик? В Америке, например, дело построено следующим образом Перевыборы, я буду очень условно говорить Каждые четыре года, да? Ну, там есть, там, мы знаем, что есть в Конгрессе Есть два года Та, ся, так сказать, неважно Приблизительно каждые четыре года И вот, значит, политик избирается Счастлив безмерно Учится, значит, работает на том государственном уровне На котором, так сказать, он избрался И проводит совсем немного времени Обычно полсрока И он начинает нервничать И говорит сам себе Боже мой, что же случится Если меня через два года не переизберут Я больше ничего вообще делать не умею А денег, так сказать, за это время столько не заработал Сколько, так сказать, Обама ушел, так сказать И там, бум, сто миллионов долларов образовалось На счету неизвестно откуда То есть, известно откуда Но, так сказать, ну, неизвестно откуда Неизвестно за что А, так вот, значит, политик мечтает о том Чтобы ему не нужно было нервничать Что его переизберут То есть, он тоже пытается держаться на своем месте Что хотят олигархи? Я сейчас говорю о трех составляющих Вот той силы, которая пытается у нас установить Установить новый порядок Под названием глобализм Олигархи – это те богатые люди Которые, так сказать, не просто там имеют какую-то свою фабрику и прочее А которые распространились в целый ряд бизнесов Вложились куда-то Вступили в какие-то с политиками Кого-то поддерживают Кого-то бюрократа там, так сказать То есть, у них, так сказать, такая сеть Как у паука, паутина цвета И он теперь может дергать за все какие ныточки И от этого больше и больше и больше денег получать Он все время боится Что придут молодые Бурые, так сказать, хищники Которые порвут его сеть на части И он, так сказать, может оставить с какими-то деньгами Но, так сказать, он потеряет вот это вот Свою сеть, свое положение То есть, все они боятся Что их выкинут Более молодые, более сильные Более подкованные Более способные пришедшие люди Естественно, это нормально Но на этом и строится западное общество Общество того, что мы называем Свободный рынок, капитализм и прочее На том, что ты все время находишься в состоянии конкуренции И ты вынужден Самым лучшим образом Исполнять свои обязанности Производить услуги Производить товары Давать советы И тому подобное Играть музыку Выстилать коврами дорожки Подход к твоему магазину Запах красивый Распространять Чтобы к тебе пришли Иначе не придут Иначе придут к соседу И твое благосостояние ухнет Это очень нервозно Я понимаю Но это то, на чем держится наше общество Тех, кто производит Тех, кто нам дает Тех, кто нас обслуживает Должны нервничать Для того, чтобы быть самыми лучшими Самыми дешевыми Самыми удобными Самыми-самыми-самыми Иначе они не делают этого И получает Советский Союз И вот все эти люди Все эти три категории людей О которых я говорил Они мечтают, чтобы их Не переизбрали Не выкинули Не, так сказать Новое изобретение Бум, и ТНТ развалилось Потому что Пришел Телефон совершенно другого принципа И никто не стал пользоваться Их проводами Которые они проложили И вот они всего этого боятся И в свое время Где-то в 70-х Марксисты Мы зовем точнее Марксисты Пришли Те самые из которых Вырос Ленин С целым рядом Утверждений Которые Маркс говорил Скажем, что Невозможно социализм Построить В одной отдельно взятой стороне По той причине Что люди будут смотреть Снаружи На другие страны И видеть Насколько у них там лучше А у нас при социализме Хуже Они, так сказать Сметут От зависти А Ленин Говорил Нет, можно Можно С помощью ЧК Вот, так сказать Ленин оказался прав Они построили то, что Это не социализм Конечно был Но они построили нечто Что исходило Из принципов социализма То есть забрать Все орудия производства Забрать, так сказать Все богатства Забрать, так сказать У, как бы Частных людей Передать это Введение государства То есть Никому, как бы С одной стороны С другой стороны Это те же бюрократы Те же чиновники Те же политики Те же самые Они теперь распоряжались всем Вот И, значит Вот С иными словами Может быть Марксизм Вот такой вот Так сказать Надо весь мир Привести к знаменателю Иначе Ничего не получится Марксизм Может быть Такого вот Ленинского толка Да Марксизм Может быть Плехановского толка Когда Или западноевропейского Когда Достаточно много Социалистических партий Сидело во главе стран И медленно Разаяли эти страны Это в Европе Происходило Значит Волнами Да Или, так сказать В какой-то момент Народ озверевал Выбирал Маргарит Тачер И они возвращали капитализм Свободный рынок Обратно снова Начинали хорошо жить Снова Так сказать Получали Вот эти вот Марксисты Так сказать Бывшие ленинцы Марксисты Плехановского Скажем Так сказать Толка Да Меньшевистского Толка Не знаю Там как Лучше сказать Снова Что-то еще Все индустриальные страны Которые Важны В мире Во всех из них Надо одновременно Попытаться Сменить строй Так чтобы Смотря наружу Ничего хорошего Не было Ты в Замбию Точно Никто не поедет Солиньи Все действия То есть Государственным Контролем То есть Ценности Интеллектуальные И Физические Так сказать Вот То что мы пользуемся То есть Предметы Так сказать Которые мы используем Для того Чтобы существовать И т.д. То есть За всем этим Жесткой контролем Глобалистам Невероятно Повезло То есть То То Чем они мечтали Случилось А именно Были изобретены Social Networks Социальные сети За 30 лет В Европе И в Америке За последнее Когда Левые Леваки Леваки Пошли в школы Пошли в университеты И тому подобное Им удалось Создать Из школы университетов Лаборатории По выращиванию Вируса Так сказать Леватского вируса Которым они заразили Практически Все Так сказать Всех тех Кто прошел Через Хорошие университеты Конечно Есть там Какие-то колледжи Университеты Которые там В какой-нибудь там Южной Дакоте Куда-то Не добралось И может добралось Но не настолько Добралось все это Но вот Основные университеты Основные Практически Все Все школы High school Тоже называется В штатах Таких как Калифорния И Ленойс Массачусетс Нью-Йорк Там Канетику И тому подобное Они все заражены До такой степени Что с ними Разговаривать нельзя А то чем первым Ты заразил Вирус Человека На то Он собственно Реагирует Настроен И практически Невозможно Выдрать человека Из той идеологии В которую Его засунули Ему Забивали 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 Он принял ее Он решил Что она Правильная Единственная Правильная И те не принимают Возражения Я думаю Все вы Сталкивались С людьми Молодыми Особенно Людьми Которые Прошли Американские Колледжи Школы И тому подобное Даже уже В начальной школе Они начинают Чекать Все это Настолько Все это Пошло Итак Вы еще Сережа Не дошли До перерыва Нет Нет До перерыва Мы еще не дошли У нас есть 5 минут Примерно Скажите мне Пожалуйста Как вы думаете Мы прошли Уже Точку невозврата Глобалистам Удастся Реализовать Свои планы Или все-таки Есть шанс Что Каким-то образом Мы сможем Противостоять Этому Ну Я Как бы Несколько раз Говорил Об этом Это не к тому Что я Не хочу Отвечать На вопрос Просто к тому Что Я несколько раз Говорил И продолжаю Так думать Что Мы не прошли Еще точку Невозврата При Продумывании Выборов Которые были Я пришел К каким-то Своим выводам Которые Не соответствуют Не всегда И не во всем Соответствуют Тому Что я думал В момент Выборов В момент Выборов Мне казалось Все Все Да А тут Я Пришел К следующему Выводу Значит В Европе Если мы Не выйдем Из этого состояния А то Европа Пропала Все То есть В Европе Уже С моей точки Дрения Нет Никакой силы Ни каких сил Для того Чтобы вырваться Из этих пут Если только Кто-то Эти пут Им не порвает В Канаде Точка Пройдена То есть Есть всего Одна страна Это страна В которой Мы с вами Живем В которой С моей Точки Дрения Есть потенциал Вырваться Из этого А я хочу Чтобы вы все Поняли С 70-х Это готовилось Это не то Что готовилось Вот пришел Трамп И начали готовиться Трамп Показался случайным Неожиданным Для них Обстоятельством Которое их остановило И чуть было Не поломало Это готовилось С 70-х Господа С 70-е Это 50 лет В подготовке 50 почти лет В подготовке То есть Там столько Продумано Столько Сделано Столько Людей Подготовлено Столько шагов Столько вариантов Просчитано И тому подобное И есть штаб Который этим Занимается Естественно Есть огромное Количество Воспитанных Университетами Там Прессой Социальными Этими самыми Сетями И тому подобное Обораненных Людей Я даже не хочу Сказать Зазомбированных Потому что У меня есть Уважение К зомби Так вот У нас Есть Отряд Людей Которые Не Подвержены Не подвержены Вот этой Вот пропаганде Это не означает Что они вообще Не подвержены Пропаганде Они не подвержены Этой пропаганде Потому что Где-то Очень Внутри Сидит Эдакий Американский Индивидуалистический Скептицизм И недоверие К любому правительству Ведь что Прошло С нашими С вами Детьми Мы Приехали Из Советского Союза Знаешь А нам Все время Лгут Нон-стоп Все время Лгут То есть У нас Не верить Тому Что нам Говорят В крайне Но были Даже Из нас Такие Довольно Много Которые Медленно 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 И переделались И подпали Под общую У них Прошел Тот Умунитет Смылся Который Был А у нас Он остался Вот я Каждый раз Когда мне Кто-то Что-то Греть Мне Не важно Правый Левый Зеленый Коричневый Ростом Маленьким Или Большие Уши Прижатые Или Волосы Зеленые Коричневые Черные Белые Мне говорят И чем больше Меня пытаются Это втюхать Тем больше У меня внутри Нарастает Сомнение Такое Зачем Он это Мне втюхивает Я как минимум Начинаю проверять Как максимум Я сначала Отвергаю Все Что он говорил Он Она Не важно Писал Говорил Утверждал И т.д И начинаю Пытаться Продумать А нет ли В этом Какого-то Зачем Это делается А потом Начинаю Пытаться Лезть Это проверять Но не так Проверять Как делают Мои дети И внуки Которые Залезают В интернет И ищут А не был ли Кто-то Кто уже Это проверил И что По этому поводу Скал Фактчекерс То есть Идея того Что фактчекерс Такие Подонки Как те Которые Пишут Им не приходит В голову Ну Коже Проверил Вот Значит Есть Категория Людей Которые В Америке Не принимает Эту Они не примут И другое Будут Жать Они сугубо Индивидуалисты Они Спят С оружием Под Кроватью Они Не хотят Участвовать В каких-то Переписках Или что-то Потому что Это кто-то Может прочесть Это Реднеки Реднеки Которых Достаточно Много В моем Произложении Реднеки Реднеки Типа Быдло С моей точки зрения Реднеки Это те люди Которые Производят Материальные Ценности Вот Они-то И Производят Материальные Ценности А все Мы живем На этом Хребте И вот Уже Есть Серьезное Сопротивление Оно Было На уровне Каждого Человека Друзей Соседей Бурление Ображение Их Очень Сложно Завести Если Их Заведешь Очень Сложно Остановить А сейчас Уже Это Принимает Оборот Абсолютно Начало Организации На уровне Городов На уровне Каунтис На уровне Штатов И тому Подобное Когда Уже Появились Лидеры Уже Происходит Консолидация Вокруг Тех Лидеров И мы Будем Смотреть В 22 Году Насколько Это Движение Сможет Затормозить И возможно Остановить То Что нам Вот сейчас Предлагаем А Не знаю Я бы дал На сегодняшний день 70 процентов Глобалистам 30 Нашим Но 30 То есть Мы не прошли Еще точку Невозврата Ну вот На этой Жизнеутверждающей Нотке Мы остановимся Послушаем Рекламное Объявление После чего Вернемся Продолжим Кстати Если будут Вопросы Пожалуйста 847 400 5 2 0 0 Но уже После рекламы Возвращаемся В программу Леона Вайнштейна Голос Здравого Смысла Телефон Студии 847 400 5 2 0 0 Если будут Вопросы Звоните Еще одна Тема Я сейчас Имею ввиду Или давайте Сначала Примем звонок Наверное А потом уже Вернемся К Алло Да пожалуйста Здравствуйте Леон Здравствуйте Леон Все 4 года Правления Трампа Демократы И пресса Говорили о том Вмешательстве России В Избирательность Компанию Трампа И Вот Об этом Даже Упомянул В дебатах Были Задеты Департ Байтоном Во время Он назвал Трампа Путинским Шпионом Вот Скажите Пожалуйста Во время Трампа Санкции Против России Не были Уменьшены Наоборот Они усиливались А вот Сегодня Наоборот Помощь Путину Идет Со всех сторон От От наших Байтонов И Обамы Вот И Не кажется Вам Что Если И Россия Вмешивалась В Избирательную Компанию То Не на стороне Трампа А на стороне И Хиллари Потому что Много Чего Хиллари Подарила Путину Вот И Сегодня Вот На стороне Байтона Это мой Первый вопрос И Второй вопрос Вот О том Что Вы В своем Выступлении По фейсбуку Говорили о том Что О перенаселении Человечества На земле И О вирусе Ковид-19 И О вакцина Пожалуйста Коротко Расскажите Об этом Спасибо Я думаю Второй вопрос Не коротко Я как раз Та тема Которую я хотел Я знаю О чем вы Зреть Значит Ну Вмешивался Или Вмешивался Путин В Выборы В Соединенных Штатах Америки Нет Наверное Такой страны Которая не пыталась Бы каким-то образом На каком-то там Уровне Вмешиваться В Кто-то там Пытался Какого-нибудь Грингрессмена Настроить Свою пользу Кто-то там Еще Уверен Что Разведкой Всего мира Пытались Смогли ли Или что-то Или сделали Такое О котором Вот идет Речь А именно Социальные сети Там Какое-то Так сказать Вот Информацию Вбрасывание И тому подобное Нет Думаю Что ничего подобного Не было И думаю Что прекрасно Все демократы Украина Ну Есть Совершенно Безбашенные Люди Которые верят Любому Любому Своему На Узь Кроме Этих Людей Все понимали Что таким Образом Вмешательство Не происходило Вмешательство Происходило Скажем Эффективно Следующим образом ГРУ Составила По просьбе Лагеря Демократов Составила Некое Досье То есть Составила Куча документов О Трампе Порочащих Трампа Которые Могли бы Помочь И Помогали Настраивать Общественное Мнение Америки Против Трампа Или по крайней мере Вносить Сумятицу В их мозг И говоря Может действительно Он шпион То есть Представить себе Что ГРУ Или ФСБ Или кто-то еще Действовала Все знают Что Документ Что называется Досье на Трампа Было составлено В Москве Все знают Это Я думаю Или надо Кого-то убеждать В этом Сережа Не знаю Не нужно Надеюсь Что нет Значит Документ Этот Из 12 По-моему Из 12 Частей Был Подготовлен В Москве Подготовлен ФСБ Или ГРУ Передан По Каналам Через которые Они их запрашивали Частично В Лондон Этому самому стилю Частично Напрямую Демократическую партию И все это И составило Те материалы На основании которых Трамили Трампа И собственно На основании которых Потом удалось Создать Ну по крайней мере Попытаться Не дать Трампу Ничего не сделать Будучи президентом С помощью специального прокурора Хотя Понятно Что полная Это чушь То есть Выступал ли Путин Ну так На стороне Хиллари Клинтон Ну да Похоже Что выступал Хотел ли он Хиллари Или хотел ли он Трампа Я думаю Что В тот момент Он не был Ни за того Ни за другого Потому что Он не очень понимал Кто такой Трамп Хиллари уже понимал С ней имел дело Они уж там Обменивались деньгами Деньгами Меняли руки Не очень кошерные сделки Там с атомными Всякими разработками И прочее Происходили Так что С одной стороны Конечно бы Он с Хиллари Понимал Что Он договорится А с другой стороны А может с Трампом Еще лучше договоримся Бог его знает Я не думаю Что у него были Какие-то преференции Зато За те Четыре года Что Трамп был власти У конечно У Путина сложилось Абсолютно четкое мнение Что кто бы то ни было Только не Трамп Вот что он по этому поводу Сделал Я не знаю На чьей он был стороне Ну тысячу процентов Против Трампа Даже не сто Тысячу И поэтому Мы видим Что он был абсолютно прав Потому что А только Трамп ушел Цены на нефть Взлетели И по оценкам специалистов В течение 21 года При Трампе Он заработал Россия заработала бы Икс долларов А без Трампа Сейчас заработает Икс плюс Пятьдесят миллиардов долларов То есть Вот смена Курса Правительства Американской администрации Принесла Конкретно России Ну и частично Естественно Путину Пятьдесят миллиардов долларов Это первое Второе Трамп Не дал Бы То есть он не дал Практически Разрушил Северный поток 2 Который бы Строился Исключительно С целью Взять В железные Объятия Украину Ну и Польшу По возможности Потому что через них Шла газовая Труба И пустить В стороне От Украины Решая Таким образом Идею создания Нового Советского Союза Или империи Или там Нового объединения То есть великого русского мира Как я там сейчас называю Это я не знаю Не имеет значения Понимая это Трамп Противился этому Запретил Всем компаниям Которые хотят Иметь дело Соединенных Штатов Америки Или с американскими Компаниями Остановиться Они остановились У России Полетел проект Который они уже Вложили около Тридцати миллиардов долларов Если не ошибаюсь Тут я могу плыть С этой цифрой А То есть может Было не только Их деньги И закончить этот проект И он сейчас Так сказать Приблизительно К середине августа Этого года Путин сможет Закрыть полностью Придумав Какой-нибудь Предлог Типа того Что там Надо Профилактику вести Закрыть газ Через годопровод Через Украину И Украина Остается без газа И естественно По другой трубе Будут спускать Столько газа Чтобы Германия Или там Италия И они могли бы перепродавать Пропущенный Собственный газ В Украину Потому что будет им даваться Ровно столько Сколько им надо То есть И финансово Байденом очень помог И с точки зрения Политической Я думаю Что Байден Его администрация Делает это Очень сознательно Потому что Если Если Трамп Давил Жестко Из позиции силы На Китай В Россию И тому подобное То Байденовская Администрация Как и Скажем В 40-х годах Прошлого века Европейские Там лидеры Пытались Ублажать Называется Апизмен Пытались Ублажать Гитлера Точно так же Сейчас Байден Пытается Ублажать Мы не знаем По каким Болгам Но мы знаем Только видим результат Не знаем причин Мы подозреваем Что мы знаем Причину Но мы не знаем И вот Значит Байден Пытается Ублажать Россию Отдельно И Китай Отдельно Только чтобы Не дай бог Не дать Китаю С Россией И с Ираном Соединиться Чтобы Этот блок Стал бы Слишком Сильным Слишком Могущественным Слишком Слишком Каким образом Байден это делает Он Дарит Отдает То есть Вот сейчас С моей точки зрения Путину шепнули на ухо Что Америка Не будет Сопротивляться Тому Чтобы Россия Снова Выстроила Советский Союз В границах Для Советского Союза Или еще Каких-то других Но снова Стала империя И Если Они будут С Китаем То будет Сопротивляться Если не будут С Китаем То не будет Сопротивляться Ну и Результаты Этого Мы тоже Видим Сейчас Это Вот Ответ На первый вопрос У нас Есть еще Звонки Потому что Я могу Ответить На второй Тоже Ну вот На второй Вопрос Я бы хотел Немножко Скорректировать Что ли Вопрос Вы упомянули В первом сегменте Фактчекеров По поводу Ковида Миллионы Аккаунтов Были заблокированы И так далее Если кто-то Не следовал Линии партии То есть Если кто-то Начинал Высказывать Какие-то Альтернативные Точки зрения По поводу Ковида Или сомневаться В искренности Высказываний Непогрешимого Тони Этого Фаучи То тех Блокировали Так сказать И глушили Как только могли Но вот последние дни Разрастается скандал В связи с тем Что были опубликованы Была опубликована Его переписка Из которой Ясно следует Что человек На протяжении Всего этого времени Врал Умышленно С какой целью Для какой цели Вот об этом Вы нам расскажете Давайте Вот в этом ключе Если можно Вообще Или давайте Сначала Примем звонок А потом Вернемся к этой теме Добрый день Добрый день Пожалуйста В эфире Алло Здравствуйте Леон Добрый день Вот у меня Такой вопрос Вы говорите Ну Европа Что по Граду Что есть Уже каранты Но это А я не соглашусь Это старая Европа Начиная Там Германия Италия Англия Франция Это конечно Голландия И так далее А Восточная Европа Это совершенно Другое Во главе с Польшей Они на это Не подпишутся Они точно будут А они Совсем Другая политика Они к этому К этой Банде Ничего Никакого отношения Не имеют Понятно Спасибо Ну в этом Есть смысл Вполне возможно Я честно Честно вам скажу Когда я говорил Европа У меня в голове Была западная Европа Я даже Надо было уточнить Да Звонивший человек Совершенно прав Я имел ввиду Западную Европу Ну и теперь Давайте К Ковиду К последним событиям Или еще один звонок Примем Может быть Леон Давайте попробуем Еще один звонок Принять Пожалуйста Здравствуйте Сейчас в своем выступлении Вы сказали Что перекроют Газопровод на Украину И Украина Останется без газа Я прожил на Украине До 89 Года Поменял В Харькове Три квартиры И все квартиры Были газифицированы За счет чего Осуществлялась Газификация Городов Украины До того Как проложили Газопровод Дружба Который сейчас Называется Поток 1 Спасибо Я послушаю По радио Ответ Не знаю Я знаю Что Огромный процент Своего газа Украина Получает На сегодняшний день Через Дружбу Вот И Основная задача Одна из задач По удушению Украины Являлась Перекрыть Этот Газопровод Я думаю Что Я так думаю Что не совсем Сумасшедшие Значит Россияне Российское РКО Чтобы вкладывать Порядка 30 Биллиардов Долларов Для того Чтобы делать Коммерческий Идиотский Проект Значит Он не коммерческий Проект Значит Он политический Проект Правильно Ниакого Смысла Нет Делать Коммерчески Делать Еще одну Ветку Когда Эта ветка Не загружена Даже наполовину Наверное Есть еще Какие-то Источники Я вам скажу Так Когда Грузии Перекрыли Электричество Тем не менее У них хватало Электричества На то Чтобы два часа В день Всем давать Возможность Включить плиту Включить Я не знаю Там что-то еще Обогреться И т.д. На два часа В день Хватало То есть Откуда-то еще Приходило Электричество На сегодняшний На сегодняшний день Украина Находится В очень тяжелом Положении Не знаю Как она Будет Вылезать Я Не тот Человек Который Просчитывает Военные Варианты Или какие-то Еще Варианты Но я Просто Смотрю На карту И вижу Что Снизу Если смотреть На карту С юга Там Российские Войска Смотреть Наверх Там Белоруссия Которая С одной стороны Понятно Что уже Батька Ее проиграл Присоединяется В той или иной Форме К России И там Сейчас Будут Происходить Учения В августе Как-то Очень странно В тот момент Когда Может Отключиться Ветка Газовая Дружба Учение Которое Называется Запад Или Запад-Запад Сейчас Не помню Запад Что такое Учение Это огромное Количество Российских И белорусских Воист Практически Прямо На границе Недалеко От границы С Украиной Будут Вести Переводить Туда Сюда Чтобы Не было Заметно И не было Понятно Зачем Эти войска Переводятся Это сверху Посмотрите Что на Черном море Пригнали И до сих пор Не угнали Достаточно Большое Количество Десантных Кораблей Которые Пришли Как с Каспия Так и С Могу сказать Че откуда С Балтики По-моему Если не ошибаюсь Но могу ошибаться С Каспия Точно Достаточно Большое Количество Десантных Кораблей Как нам Говорят Спутники Пустых Достаточно Пустых Сейчас Но на которые Очень легко Перебросить Десантников Для того Можем высаживаться На берег Украинский Берег А там Как раз Недалеко От тех мест Куда они Будут Высаживаться Там Производство Электричества Приблизительно Одна треть Украинского Электричества Производится И плюс Оттуда Идет вода В Крым То есть Они сразу Решают Две Этих Задачи Теперь С последних Учений Внизу Там Где Граница С Россией Огромное Количество Техники Завезено Она Законсервирована И солдат Увезли Технику Сложно Притащить А солдат Это Одна ночь Ну не знаю Может там Двадцать Тридцать Тридцать Шесть часов Первые Могут Незаметно Там оказаться Пойти вперед Вторые Третьи Четвертые Пятые Пошли Волнами В сторону Украины Вот если Все это Происходит В середине Августа Вырубается Газ Захват Части Приблизительно Третьи Украинского Электричества Воды В этот Самый В Крым Одновременно Наступление С Российско-Белорусских Войск Сверху С севера Одновременно Наступление В сторону Мариуполя Там Донбасс И т.д. Уже Регулярными Частями Российской Армии То Достаточно Сложно Будет Украине Выбраться Из Этой Истории При том Что народ Будет Вопить Что у нас Ни газа Нету Еду Мне уже Приготовить У них Будет Два Часа Полчаса В день Я не знаю Там И т.д. Этого Газа Положение Там Не очень Хорошее И я думаю Мне кажется Что Газопровод Он Есть Часть Этого Самого Плана О котором Мы сейчас Разговариваем Это не то Что я Это Придумал Это обсуждается Достаточно широко На Ну по крайней мере Не на русском Может быть На каких-то других Англо И прочее Язычных Интернетах Так что Это не моя придумка Это я просто Рассказываю Чего Что называется Более умные Более Следующие Люди Говорят Вот Президентная Ситуация Ну и Кстати сказать Нефтепровод Дружба Официально Был сдан В эксплуатацию В середине 64 года А в 62 году Уже Чехи Получали Газ Так что Товарищ Немножко Как бы Напутал Нефтепровод Дружба Ну я Уверен Что Есть Какие-то Возможности Там Жижены Построила В Польше Как называется Прием Терминал Для приемки Жиженого газа При Трампе И в принципе Польша Какую-то часть Своих Там Необходимости Может На жиженом газе На американском Вопрос Будет ли Байден Туда его возить Не просто Радиослушатель Сказал Как же В 89 году У нас Было Газифицировано А не Депровод Дружба Уже В 60-х Учех Шел Газ В 59 году Было принято Решение Советом Экономической Взаимопомощи В 60-м году Они начали Строительство В 62-м Уже Чехи Получали В 64-м Основные Магистрали Были Официально Сданы В эксплуатацию В Киеве Был Этот Самый Газ Из этой Самой Дружбы Совершенно верно Из этой Самой Дружбы Давайте Все-таки Вернемся Ковиду Вот К последним Событиям И Все-таки Я все время Считал Что Ситуация Вокруг Ковида Настолько Политизирована Что там Больше Политики Нежели Болезни Здоровья И так далее Вы знаете Мы Время от времени Говорим о докторе Зеленко Напоминаю Нашим Слушателям Этот человек Он Когда-то Из наших Из Киева Он оказался В апстейт Нью-Йорк Он Стал Хасидом Стал Ортодоксальным Евреем Который У него Клиника В городке Где живут 30 тысяч Значит Хасидом Больше Там Никто Не живет И вот Он Буквально Через Месяц Или два Почтовок Начался Вся эта История С Ковином Он сообщил Это было Донесено До Трампа И Трамп Кстати Пользовался Этим Что он Нашел Очень дешевое Очень легкое Очень простое И прекрасно Действующее Средство Состоящее Из трех Лекарств Одно Антималярийное Второе Цинк Третье Какого-то Типа Антибиотик Что у него Это продумано Обосновано И он Давал даже цифры Там К нему Обратилось 400 человек А там Население Которое Ничего не соблюдало Ни масок Не соблюдало В синагоги ходило Друг к другу Ходило Вот эти 30 тысяч Человек Просто тусовались Друг к другу Ни каких там Масок Ниакого Социальной Дистанции И тому подобное Вот У него Почему-то Смертность Была В раз Больше В раз То есть Ну Раз это В 10 Да То есть Там Скажем Вместо Там На эти 30 тысяч Человек Из заболевших Там Трех тысяч У него В больнице Оказалось 40 Умерло 4 Должно было Оказаться В больнице Там Полторы Тысячи А умереть Там 120 Что-то такое Так вот Он Написал Что Да Действительно Все это Не так Научно Как Но Вот оно Действует Ребята Это все Безобидные Средства И это Стоит 3 копейки 20 долларов На курс На человека Все вместе И вот Что устроили По этому поводу Какой кошмар Вой Свист И тому подобное Что это все Неправда Вранье Десятки университетов Писали Что они проверили Оно не работает Потом один за другим Они извинялись Ой у нас Нашла ошибка Ой мы сбились Ой мы запятую Там поставили Один за другим Так вот вчера Мне прислал Зеленка Прислал Сказать у него Там есть там Я думаю Пару сотен человек С которым он Которым он присылает Новые всякие вещи Там 5 пунктов Тому что Он мне прислал И мы через минуту Закончим уже Пункт номер 1 Уже нет Никакого Сомнения Что Это Ковид 19 Это Изготовленная Вещь А не Полученная От животных Потому что Ни один Опыт Прививки Обратно Ни о кому Животному Ни о кой птице Ни о кой мыши Летающей И тому подобное Не увеличался Успехом Она не Переходит Обратно На животных То есть Она пришла Нять животных Это раз Второе Такое-то Количество Университетов Того Клиник Уже Подтвердили Что они Обманули Они Написали Что случайно Но когда их много Получается Что это Не случайно И одновременно Они обманули Публику О том Что они провели Исследование Исследование Показали Что этот Неправильный Что это Лечение Не работает Третье Из умерших Там Не помню Сколько человек У нас умерло Да 160 тысяч 200 тысяч Сейчас не могу Вспомнить Да Пишет 85 процентов Не должно было Умереть И четвертое Тех Кто это нам устроил Надо Сажать Значит Все Что он ставит На интернете Через 2 секунды Уничтожают Я попробовал Это переставить У меня это Тут же уничтожили Я поставил Блин Оно исчезло То есть С нами С нами Творят Такое То что То что сажать Надо Фаучи Это вообще Разговоры Не Надо с ним Пересажать И половину Демократии Руководство Демократической Партии И небольшую Но часть Республиканской Партии Которые нам Устраивали Всю эту историю На нас Нам просто Устроили С моей точки Деревья Расстрел Стреляли В толпу Кого упадет Того упадет Сколько людей Пожилого возраста Умерло Из этих Сволочей Которые Не дали Людям Возможность Лечиться Так как Надо было Лечиться Зная Что это Правильное Лечение Они отняли У нас Правильное Лечение Ладно Времени Уже больше Нету Я могу Еще часа Полтора Договорились Спасибо огромное И до встречи В следующий раз До свидания